Друзья, всех приветствую на торговой сессии пятницы. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. На финансовых рынках сейчас преобладает общее нежелание трейдеров рисковать. Именно поэтому мы видим повышенный спрос на те инструменты, которые относятся к категории защитных. Прежде всего, это рынок драгоценных металлов, золото, иена, франка. Перепадает немножко спроса для бакса, но вы знаете, сейчас ситуация какая, когда одновременно растут американская валюта и золото. Друзья, это как раз доказывает то, что участники рынка пока нервничают и переживают в связи с тем, что складывается в плане новостных событий и новостей на всех финансовых площадках. Из-за чего эта паника? Из-за того, что вторая волна ковида, как я отметил уже в ходе прошлого брифинга, может претендовать, причем даже смело, на то, чтобы произойти первую волну. Мы видим стремительный рост количества заболевших повсеместно в мире. Мы видим, как страны пытаются бороться, пытаются остановить темпы еще большего распространения введением ограничительных мер. Во многих европейских странах снова действуют частичные локдауны, карантин. То же самое сейчас характерно для Лондона. В частности, субботы там тоже комендантский час. Опять же, я допускаю, что спустя неделю-две, если ситуацию не удастся сломить в плане тренда роста ежедневного прироста количества заболевших, то речь может пойти, как ранее отмечал Джонсон, о полноценном закрытии Великобритании на две недели как минимум. Это обязательные, это вынужденные меры, на которые приходится идти правительством, друзья, для того, чтобы не допустить еще большего распространения инфекции, которые, в конце концов, как все мы прекрасно помним, по итогам первого полугодия 2020 года, как все это влияет на экономики отдельных регионов. В Штатах ситуация тоже катастрофически плохая. 59 тысяч новых случаев заболеваний – это то, сколько было зарегистрировано днем ранее. Это пиковое значение с летнего сезона. Безусловно, темпы распространения ковида негативно отразятся на темпе роста американской экономики. Только экономика США стала вставать колен, как получила удар снова по голове, друзья. И мы видим признаки уже в статистике, что действительно пандемия уже оказывает разрушительное воздействие на экономическую конъюнктуру. Данные по заявкам на пособие по безработице отчет. Я предупреждал вас то, что статистика 100% будет плохая. Она превзошла по негативу даже самое смелое ожидание скептиков. Фактически мы вчера увидели цифру в 900 тысяч новых обращений. Что это значит? Друзья, это значит то, что без работы в Штатах остается больше уже 25 миллионов человек. И в связи с этим, видя, как обстоят дела на рынке труда, видя, как затухает потребительская активность – риторический вопрос с моей стороны на тему, которая уже всем надоела касательно новых мер экономического стимулирования. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что без дополнительных стимулов американская экономика вообще не сможет выкарабкаться из той ямы, в которой оказалась. Вопрос только, когда эти стимулы придут на рынок. Весь этот фон ухудшается тем, что приостановлены испытания вакцина, ковида. У нас было три передовые прогрессивные компании, за результатами которых мы следили. Астрозенека, Элли, Лили, Джонсон и Джонсон. Все три компании пока что прекратили работу над вакциной, поскольку у испытуемых были выявлены побочные эффекты. Это значит, друзья, то, что мировая экономика и пандемия будут существовать бок о бок в течение более длительного периода времени. И на разработку вакцины понадобится гораздо больше времени, чем прогнозировалось ранее. Что касается, опять же, подробностей и дополнительного фона новых сообщений, касающихся новых мер хостимулирования. Я не хочу сейчас, опять же, цепляться за отдельные комментарии и Пелоси, и Трампа, и Мнучина, потому что фон постоянно меняется. Сегодня они говорят одно, завтра другое. Друзья, и в итоге мы лишь остаемся с пониманием того, что в лучшем случае до конца этого года будет согласован какой-то мини-проект по стимулированию. Это будет ограниченная версия потенциальной помощи на несколько сотен миллиардов долларов. И только после того, как выборы пройдут, экономике дадут те деньги, которых она нуждается. Но это уже будет при утвержденном новом политическом составе политической элиты США. Кстати говоря, сегодня с нашим старым партнером Артемом Звездиным мы запишем ролик, который посвящен перспективам победы и Трампа, и Байдена, и того, что может произойти с фондовыми рынками. Я думаю, что ролик будет размещен на нашем канале на YouTube. Кстати, не забывайте, друзья, подписываться, оставлять ваши вопросы и комментарии, а также ставить лайки. Размещен на нашем канале максимум в понедельник. Поэтому, если тема фондовых рынков вас интересует, найдите время и посмотрите. Так, в сухом остатке, друзья, получается то, что индекс доллара сейчас пользуется поддержкой, потому что кто-то считает, что у американца остались еще свойства защитного инструмента. Я так не считаю. Я считаю, что доллар растет только потому, что часть капитала досталась ему сейчас на фоне общего перетока в более интересных представителей защитных активов финансовых рынков. Но этот рост будет продолжен крайне короткий промежуток времени, потому что выборы уже скоро, новые экономические стимулы будут одобрены. Поэтому, друзья, если вы преданы идее того, что американская валюта будет снижаться, логичным образом реагируя на новый пакет стимулирования, тогда текущие выпады доллара не должны вас особенно осмущать. Золото 1904. Соответственно, спрос на защиту из-за того фона, который я сейчас обозначил, будет толкать котировки драк металлов и серебра и золота все выше и выше. Европейская валюта 1.1703. Каких-то панических распродаж не произошло, поэтому я рекомендую сидеть дальше в длинных позициях. Фонд против доллара 1.2892. Вчера мы отмечали беспрецедентную волатильность этого инструмента в последние дни. После роста больше, чем на 200 пунктов двумя днями ранее, вчера мы увидели потери больше, чем на 100 пунктов. Друзья, эта волатильность как раз следствие реакции трейдеров на неоднозначный новостной фон, касающийся Brexit. И только потому, что до сих пор мы не можем четко ответить на вопрос, будет ли все-таки сделка между Англией и Европейским Союзом. И очень много воды утечет, прежде чем этот ответ будет дан. Я рекомендую не лезть в британцы, поскольку, как вы видите, ставка на сделку и обратная ставка на то, что этой сделки не будет, ну не приносит каких-то плодов, потому что рынок умудряется прогуляться и вверх и вниз, при этом заставляя трейдеров нервничать, переживать из-за отсутствия какой-то выраженной трендовой динамики. Давайте работать с американской валютой, с евро, с золотом. Кстати говоря, рынок нефти 42,68. Вчера вышел отчет по запасам. Запасы, как и прогнозировалось и предполагалось, снизились на 3,8 миллиона баррелей. Сейчас, опять же, если обрисовывать фон, касающийся рынка нефти, стоит отметить, что вторая волна ковида и опасения за перспективу мирового экономического роста – это, безусловно, то, что должно впоследствии подрывать показатели спроса, снова влиять негативным образом на баланс между спросом и предложением и, по идее, провоцировать снижение цены на нефть. Я признаю то, что фон из-за ковида довольно значительный и вполне возможно, если ситуацию с приростом ежедневным случаев заболевания не удастся сломить на следующей неделе. Я откажусь от длинных позиций и снова взгляну на перспективы именно отработки сценария о снижении. Но пока, друзья, данные по запасам и ожидание того, что американская валюта в любой момент снова может оказаться ниже 93 пунктов, все-таки заставляют меня удерживать те длинные позиции, которые были открыты ранее. На этом, друзья, все. Хорошего вам закрытия недели, замечательных выходных. Увидимся снова в понедельник. Всем пока!